И всем привет! Продолжаем играть в Kingdom Gun Deliverance. Значит, сегодня у нас задание. Жребий брошен. Нужно встретиться в условленном месте на болотах под Сазавой с бандитами. Вроде где-то здесь. Так-так-так. Интересно-интересно. Но это не то место. Это что-то другое. Замок. Давайте вскроем. Что он тут? Замок этот... Кундук, вернее, находится. Не просто штак. О, тут гроши, зелье кошачьей лапки, любовное изделие, серебряная чаша, сычи. Ну, все это нам пригодится, в основном. А, тут происшествие произошло. Пробивная стрела. Не повезло, не повезло. Тоже. А вот, кстати, и по квесту нам туда идти, на болото кругом. Заляпаемся. Ну, в общем, узнаем, как вообще, получается, в квесты проходить. Потому что у меня есть, конечно, кое-какие сомнения. Ну, может-таки должно было быть. По крайней мере, мы не смогли с Святоши поговорить в прошлый раз. Мы его отдали в тюрьму. В тюрьму и все. Да, вот мы пришли на место. Разожги костер, чтобы подать знак разбойникам. Давайте разожжем. Вот, костерчик горит. Мы ждем. Купил себе такой красивенький воротничок. Или плеч, как это правильно назвать. В общем, поверх плеч. Плюс одно добавляет к баянию. Замели мы тут черный, некрасивый капюшон. Пробовал миланскую кирасу починить красную. По-моему, полторы тысячи стоит. В общем, я решил, он там не стоит. Там она пауэрпункт только прибавляет, нам и все. Но все равно вот воротничок этот текстурки плохо проработаны. Здесь мы не разбудили тебя, Куро. Зачем подкрадываться ко мне, как воры? Мы есть воры. А еще мы должны были убедиться, что за тобой следят от них. Ты не пытаешься заманить нас ловушку. Ладно, хватит болтать, давай перейдем к делу. Давно пора. Мы слышали, что мы требовали какие-то неприятности. Вопрос в том, устраивают ли они нас. Сделал то, о чем мы договорились. Думаешь, я бы сидел бы здесь, если бы не сделал. Откуда я знаю, мир полон дураков. Все сделано. Есть доказательства? Я бы сказал, что это необычно для монаха, да, но... Нет, я бы с собой. О, 3000. Ничего себе, немного грошей. Ну давай, отдадим. Ладно. Может, отберем потом. Отлично. так как эти гроши мы заплатили блюдку за работу которую он не сделал я их забираю конечно держи чего себе настоящие гроши чем такой мрачный ты же не думаешь все это останется тебе вот твоя доля за работу и не гроша больше а теперь с работы добро пожаловать нам нужны такие люди как вы чем такие люди как я я всего лишь вербовщик теперь мы можем пройти в наш лагерь и там узнать все что тебя интересует где он не заметил наш лагерь и слишком наблюдательным до рядом сезава есть холм на вершине которого стоит старая заброшенная крепость вот только она не такая заброшенная теперь мы там разбили лагерь для сюда и до доложи себе парню по имени эрик скажи ему что тебя писал козлик я просто так допустят хороший вопрос чуть не забыл скажем это это наш знак это все это все останови тебе расскажешь что в раннике и поторопись мне кажется что у нас что намечается надеюсь на того стоило прикосыряем моим отдали им а если я сейчас убью значит они как бы тут остаются отправлять всего в раннике узнать сколько там врагов какие их планы не обязательно должны пану рацику и пану ганшу о том как идет расследование но пожалуй сначала доложим все пану рацику и пану ганшу но сначала я хотел сохраниться и посмотреть останутся ли у них деньги гроши ким так тут у нас опасно научника на и разбривать первым делом а чё ты такой дерзкий а ну стой так надо было зелье выпить какой тут у нас зелье есть ничего нету да на скорость ничего нет гнев бивоя что дают энергии 10 процентов 2 минуты на 7 амбирона в ближнем бою значительно увеличивается в то же время ваша защита сильно ухудшается зелье лазере 100 единиц ясно надо надо убивать того кому деньги отдали сразу первым делом нам посмотрим станция ли у него они у него или нет если нет и да как говорится овчинка выделки не стоит мы просто уйдем да и все печаль беда в общем разобрался с этими вербовщиками что мы имеем странную игральную кость по идее такая странная играли какой-то должна была выпать у святоши мы его убили так как мы его не убили он нам и почему-то засранец такую не отдал в итоге итоге получилось то что получилось мне 3000 подарили просто и все значит что у него есть но у него есть надежный клинок ну на косарик может не наберем тут всего то есть 3000 все равно это не вернет клинок так в принципе неплохо так выглядит а что остальных там еще остальных я двоих тоже завалил пришлось конечно нелегко вот мне тоже игра на кость он тут вообще по мелочи никаких денег нету где-то тут еще один это еще инваляется траве плохо видно ничего не видно в этой траве ладно суть в том что а вот вот третий его лук шапель ну максим что мы наберем на косаре 2000 непонятно куда ушли это непонятные потаенные карманы просто в космос улетели и общем знаю какой-то вариант что желательно отправляемся до пану рацику пану ганушу все это расскажем может быть они нам как-то компенсирует эти 3000 мне кажется что она вряд ли добрались мы врата я знаю сейчас надо она ганушу и пану рацику доложиться мы найдем еще не знаю четверг ну проверим а вот вот они наши сидят работодатели есть новости после всего тоже случилось то еще более плохие новости впечатляет вы что да скоро это случится снова на теперь все будет еще страшнее и что поднято стране да что именно должно случиться похоже лагере пребыславиться это всего лишь начало и до победы еще очень далеко как ты это узнал нашел вербовщика который на них работал дал себя завербовать янусь госом ты не перестаешь мне уделять парень что-то узнал них есть еще один лагерь его в раннике и рядом с азавой он гораздо больше чего хотят эти блюдки кто не такие черты ходили навредить нам завоевать наш края пока не знаю но могу выяснить как а теперь один из них у меня есть и тайный знак я знаю где у них лагерь ты что нужно сделать отправить туда и взглянуть в этом и речи быть не может слишком рискованно по новой по сравнению с тем что мне пришлось преодолеть по детской забавы я уже прошу испытания они мне доверяют грамм должны напасть на них пока еще нет поздно лучше всего было бы сделать и прямо сейчас когда они этого не ожидают да мы поймаем этого гаденыша мы все узнаем опять-таки перед тем как атаковать было бы неплохо отправить туда лазучка чтобы он узнал сколько их там что они задумали я не хотела бы зря рисковать значительно менее рискованное чем нападение на предусловица хорошо индрид отправлять туда и узнать сколько и какие у них планы и все что ты сможешь но не рискуй без ненадобности да пан богом парень что же получили мы очередной квест или очередное задание опять нам отправляться в созаву а мы уже прописали цветы созаве что же нам так надо я в общем наварил тут не под запись кучу зелий уже подготовился подготовилась так сказать на лошадь все это подбрасывал часть с собой взял в общем а прокачал до 10 даже не до 10 до 12 алхимии так что теперь можно автоматом варить зелья к сожалению по одному когда будет 13 уровень тогда уже можно будет качать вторую вот это второй навык по алхимии который позволит нам варить автоматом сразу три зелья вообще красота будет посмотрел кстати по поводу цен а получается продавать наши изделия торговцев но не намного они дороже стоит совсем ерунда то есть антон не стоит чисто варить зелье что для продажи это к тому говорю что мы брали перед этим перк который увеличивает стоимость при продаже а зелье собственного производства в общем антон не стоит ладно отправляемся за вам там уже да и встретимся все наконец-то добрался до этого враника враника чем он находится вот рядом с азавой да но заезжать нужно сюда вот по этой вот дороге вот так пробовал сюда пробраться через лес невозможно везде горы так что хорошо так а разбойнички устроились ведут лагерь неприступная крепость с одной стороны только подойдешь и все тоже ну давайте будем будем вырываться значит ложь и здесь пожалуй оставлю все есть немного шнапса для немного там взял всяких зелье и да есть это все у нас есть яд можно кстати смазать ну да ладно так все окей давайте внимание вход крепость франик может иметь некоторое активное задание да мы это в курсе значит а это уже приближается финальная часть игры на довольно долгая финальная часть я бы сказал ну так относительно да она все квесты которые мы там брали либо могли бы взять уже мы взять не сможем те которые брали они соответственно завершаться этого перед этим надо соответственно либо выполнить все квесты которые мы хотели и потом только это выпаять линейку эту сюжету либо в общем во всяком случае мы идем дальше да я только сюжетку в основном и считает прохожу доп квесты почти не трогал так начали только немного и то и то это очень долго игра довольно длинные по себе выходит те нужно вот и если проходить еще и дома квест то я не представляю насколько она будет длинная то есть тут так еще чисто сюжетку если на хардкор режим играть только где-то около 100 часов наверно займет потому что все эти подготовки варки зелий там туда-сюда скакание на лошади конечно если в хардкоре не играть а играть с перемещением по карте свободным авто и в авторежиме но поменьше но если брать допустим а доп квесты в седу если проходить и полный сюжет вот опять таки даже с не в краткой режиме будет ну наверно больше ста часов это точно так что вот такая вот игра довольно длинная мне нужно попасть внутрь да надо и пароль сказать особую игральную кость ну-ка покажи мне а все в порядке добро пожаловать в ранних соратник спасибо за теплую встречу соратник кому я должен доложить эрику он должен быть в доме там наверху ну вот мы его в раннике все обратного пути нет то есть мы уже все окончательно здесь не слабый тут лагерь прикольная успехи есть них нормальный таки более-менее конечно грязные побиты но могли бы помыться другой стороны и так а бегу я значит весь лагерь почему как мы только входим через данные ворота бежим сразу сюда к этим палаткам вдоль отбегаем все это дело до забегаем до бежим где куча куча народа и котелок все дела и вот здесь интер говорит что и тут много они неплохо ну типа не не бедные до оружие боня в общем есть потом мы бежим сюда не здесь значит тут есть такая куча не знаю земли навоза и веток он горит что отсюда можно перепрыгнуть все два места мы посмотрели бежим дальше в третье место здесь он будет говорить что тут еще вот мол есть и внутренняя стена и тут живут командиры все дела те сколько я не бегал ничего больше нового не увидел хоть и задание написано осмотри лаги то есть никаких пунктов подпунктов у нас нету просто смотри лагеря в принципе все смотрели этому дальше смысла подходить нету участь три такие контрольные точки сейчас с эриком идем говорить он дальше будет видно да нам держать путь вот такая вот палатка октамана разбойников вот все нужно кстати миланская бригантина и существовала сторона у него беленькая светлая свежая кровь ты тут парень из монастыря да да пан значит действительно убил эту крысу да пан молодец я слышал от тебя но честно говоря не верю что ты справишься умеешь обращаться с мечом я умею драться на мечах конечно умеем мне кажется нужно строить и испытания сходи к нашим эффектмейстеру ванеку быстро поймется счета сделать и вниз по хамудо чистокола и его шахтер прямо рядом с эриком поговорить с ванеком этим они тут это ванек который у нас в этом скалицы тренировал бродячий этот при тренер наемник мастер по клинкам интересно интересно куда-то он здесь и оказался что аренка у нас находится вот здесь ну привет привет да я что чтобы ты хотел я зовут индридж и 3 сказал что вы должны проверить насколько хорошо умею обращаться мечом а еще один набранец я вижу козык свои дела знает хотя большинство крестьян которых вот сюда прислал даже не могут справиться с вилами и кучей навозов и тебя нигде не мог видеть твои лицом незнакомо да 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 мы то тебя помним я вас не знаю правда готов появиться за кадр тебя где-то видео но бог с ним память у меня уже не то слишком много пью и слишком мало ладно посмотрим на что ты годишься у тебя есть оружие если нет может взять он оттуда готов надо мы готовы оружие нам посмотреть еще чего ты сделан увидим еще мы сделаны м тихо тебе где где наш оружие блин ах ты ж я взял случайно этот молоточек вместо своего стандартного полуторника поэтому не все у нас хорошо сразу по стартах да блин чем такой жесткий на болами взять учителя на получается это мы не будем ни в одном ключе не можем победить Добавил субтитры DimaTorzok 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 Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил 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 субтитры DimaTorzok предпочел бы услышать это от кого-нибудь другого и при других обстоятельствах но нищим не приходится выбирать отец твой настоящий отец жив и ты даже его знаешь твой господин понравится кобыла это поворот прочим интересно если ему вообще до этого дела до тебя ты бездомный сирота он до сих пор не признал тебя твоих родителей умерли так окей думал и все же рациях до сих пор не сказал тебе правду что он стыдится тебя серьезно захочет ли он вообще платить за тебя выпал лучше об этом не думать если твой отец окажется платить не будешь представить для меня интереса и тогда мой отец мертв я понимаю что ты чувствуешь мое собственное детство не не слишком отличалась от твоего странно что у нас есть что-то общее мы теряем время пора тебе рассказать зачем ты пришел сюда искал мечту его отца который украл мне один мерзавец его нашел но мне интересно когда отца ты какого отца ты имеешь ввиду некотором смысле он принадлежал вам боем неважно кому он принадлежит я собирать убить себя в том положении чтобы угрожать меня но думается мне почему бы и нет у него отец настоящий отец заплатит я предоставлю те возможности пытаться я считаю с вашей стороны не правда ли рацик разобьет тебя а я на это посмотрю я очень занимаюсь это ты следил за нашим лагерем ты должен понимать что у твоего отца и этой малой доли тех сил которым мы располагаю я теперь когда король в плену некому отправить войско а вам на помощь даже вместе с ганнушем и девичем твоему отцу и и собрать больше людей чем у меня единственное кто способен победить меня в этой стране сегизмунд он платит мне его победа это и моя победа все что сейчас я возьму будет моим а я собираюсь взять все что познакомься с новым господином этих земель такой человек как ты никогда не будет здесь хозяином когда ему слышал о пани соколе из ламберга или а пани и гимнеки они сражались за твоего короля и пустошили владения господ австрий как делаю это здесь я говорят закроет самый сильный кобель а война это дело грязное господин пора сейчас меня ждут важные дела я остаюсь с тобой уда чтобы ты не скучал это туда и ради наше общее благо давай надеться что твой отец заплатил тебя до встречи горе в аду получил очень хорошим манерам уда пошли эрик у нас куча идет разрежу мне руки удая тебе сейчас сделаю но у нас наверно не развяжет эндро эндро вот это там у нас очнись ты меня слышишь тоже не слышим и те и видим то не видим вот папе и я думаю ты уже не очнешься вот ты знаешь как меня зовут ты не узнаешь меня сбышек 4 предатель просим и на расправы теперь смотришь мне в глаза как будто ничего не произошло молчи может быть мы с тобой плохо начали но сейчас это единственная одежда выброса отсюда живым так тебе нужна моя помощь тебе нужно хочу вытащить тебя отсюда но если ты против я могу оставить тебя огни здесь и пусть громила и штвана выше быть тебе мозги был написан завтра турнир вертай будет турнир что ли небольшое такое отступление вот этот вот господин который с мечом нашим мечом выкованным до отцом дни одними с отцом скажем так это тот же господин который с паном рацигом если вы помните был самом начале в прологии вот запомню как его зовут в общем такие дела а вот сбышек это опять таки тот который тоже вначале мы с ним пытались да ну не то что драться чем он за бандитов был изначально когда пошли родители пузе сохранить его вот он там с бандитами обретался что дорожки пересеклись у нас старыми знакомыми чему ты хочешь помочь мне у меня есть свои причины если не ради спасения моей души так ради толщины моего кошелька это будет стоить несколько грошей а может тебе нечем беспокоиться дареному коню в зубы не смотрят неужели даже если это предложение исходит от гнусного предателя который натравил на меня говори за когда я пытался похоронить родителей не буду отрицать что начало было неудачно но это шанс еще раз начать сначала и давай забудем прошлой обиды почему-то не уйдешь один что будут делать у меня не осталось родных я вне закона как ты думаешь сколько времени пройдет прежде чем я буду болтаться на виселице не нужны гроши я еду отсюда уйти план и сама сдвинулись место я знаю как можно незаметно выбраться из крепости развяжу тебя и тебе саму придется найти дорогу ночью это будет не так сложно я буду ждать тебя снаружи потом ты скажешь своему благородному отцу что я помог тебе чтобы меня не повесили ну и конечно заплачь мне за риск за риск мне кажется я больше рискую чем ты вряд ли что они сделают с тобой поймают они хотят получить выкуп а что тебе снова просадит под замок а что сделать со мной и должна была сторожить тебя а вместо этого помог бежать за меня никто не станет платить выкуп что с моими вещами они у эрик пытаться и забрать самоубийство забудь о них чудесно значит не придется бежать прямо так конечно было бы лучше если бы ты что-нибудь накинул чтобы не выделяться но я не смогу ничего достать я же тебя меняю поэтому если я брошу свой пост мне придется так же как и тебе не все-таки почему-то очень помочь это имеет значение давай просто скажу что это мое личное дело значит у нас убеждение есть давать попробуем ну ладно ты прав не проходит и дня без того чтобы эти коврезанные тыкали вдруг друга ножами а я сам молодой они превратили меня в раба жизнь разбойника совсем не такая ты ображал да у меня прямо сердце разрывается но ты мог бы убежать и один зачем тебе я послушай хочу жить нормальной жизнью для этого нужно покой и гроши нам нужно выбраться отсюда ты дашь мне гроши на помощь пойдет тебе меньше десятой доли того что и что он хочет получить с понравится почему бы она не помочь друг другу пошли давай это я хотел услышать но сначала клинись что расскажешь панур отцы бы как я тебе помог и что западешь мне дайте слово какой у нас план придется поверить что ты здесь слова теперь слушая нашел место где можно слегка выбраться наружу внизу лагеря на сконе горы есть место где они перебраться через стену куча дерьма уже доходит до самого верха чистокова нам нужно всего лишь перепрыгнуть его и мы упадем прямо на нее и окажемся на свободе свободе в дерьме это все сначала должен добраться туда никто из нас не должен никого не знать не должны видеть все считаю что я сторожу тебе а ты все все считаю что я тебе сторожу поэтому нам не стоит никому попадаться на глаза я пойду первым при дамбаром не должно быть никого когда выйдешь иди налево вдоль стены там кругом скалы поэтому постарайся не убиться я буду ждать тебя недалеко от лагеря у сухого дерева между дорогой и ручьем удачи сохранится акте мы можем мы можем сохраниться я это конечно пожалуй сделаю то есть мы можем сохранить и выйти потому что ну и разом можно и получится кстати у нас со здоровьем и очень все хорошо что у нас эти забрали нас забрали все просто тупо все никаких спасительных шнапсов никаких зелий еды и чего ладно сохраняемся продолжаем чем тут мне созрело два плана первый план сам простой это просто бежать не оглядываясь второй план кого-нибудь глушануть забрать с него моточки поднимаем тело мчи заныкаемся убиваем его сразу потому что иначе он станет нам хана забираю все его шмоточки надеваем все это дело него прочный гомизон да в принципе все надеваем что можно сапоги дворянина о неплохо неплохо оружие топор у него есть но все мы готовы боец готов пища немножко еды даже а лошадь кстати свеча нам недоступна ладно сейчас мои руки многие побежали отсюда во можно прось покраситься немножко только нас палит нас палит просто бежим на пролом нам нужно вот где-то тут куча это куча здесь было сейчас я уже все уже потерялся в этой куче я ничего не вижу а вот она сбеги с лагеря бежали еще ничего не вижу чё-то происходит положено доступно уже нет там еще еще недоступно и ничего не видно я надеюсь что знамени попрутся опа понятно ясно понятно у нас не пищи ничего у нас есть пищи да но нету никакой все вроде они перестали набежать правда проблема в том что я не знаю куда мне идти здоровье нету здоровье осталось два этих два здоровья только осталось и все начнем от лагеря надо идти вот сюда я значит перепрыгнул через где тут куча это было навозное а вот здесь и перепрыгнул до побежал значит здесь и свалился да ладно где-то докажусь где лес должен быть впереди нам как бы вроде вперед и надо но ничего не видно вообще ничего не видно факел есть у кого-то там о повезло это был факел братника сейчас идем нас вроде отстали вам не свалиться здесь ну что у нас всего лишь две две жизни все не спешит восстанавливаться здоровье достаточно чуть-чуть ножку подвернуть и все приплыли вот какой-то прям хоррор темно в красном свете бы выйти куда-нибудь водички что ли в общем аккуратно идем смотрим под ноги тут и днем попробуй найди где куда пройти а ночь что делать я вообще не знаю единственный ориентир это найти речку какую-то дорогу там дорога значит вот дорога идет туда еду какая-то тропинка смотрим по карте может и здесь и так уже казался вот пошел и значит по тропинке и в итоге нам на встреч прибежал с вышек как нашли друг другу и так мы выбрали теперь братья выполнить свою часть сделки сделка и сделка беспокойся держу свое слово но мне нужно попасть врата и и встретиться с моим моим отцом когда меня схватили меня отобрались и гроши хорошо тогда мы должны как можно быстрее выбраться отсюда и придется мне помочь общение с этим здоровым ублюдком мне не пошло на пользу меня моему здоровью я сниваю что у тебя здесь есть припятная лошадь лошади ох об этом я даже не подумал да дурно это я башка не подумал ты об этом смотрим кинцо отбадривать больше давай давай эндер давай чонгол идет если мы доспехи с кому низили надеюсь они у нас в станции доспех вроде таки нормальные вот и кратая подходим а дыр прошлое показали по застолье прямо слышно твои мальчики раций к ничего здесь он не натворит тупости у меня не удивило бы яйца то у него есть в кого бы это интересно и начиная таган уж а да вот доспех нормально прощу прощения по нового тут-то это парень индра я же говорил тебе что у него есть яйца тоже я вижу ты зря времени сериалы нам с тобой несомненно нужно будет поговорить после наедине тебе есть рассказать что случилось мне пришлось слегка задержаться в раннике но теперь я знаю что они затевают и затевает и кто это они говори парень в этом больше никакой нет никаких сомнений это венгерский дворянин который гостил у вас тот день когда сидисман и что он тот и его люди все сходится именно они чеканят фальшивый грош и на них вербуют наемников со всей круги у него в раннике уже целое войско какой черт ему нужно я все знаю и вам это не понравится это как у меня с ним был довольно долгий разговор что у меня схватили когда я пытался пробраться к ним лагерем и немного побеседовали и он рассказал мне все свои замысла замыслах замыслах что полагаю он решил что у него что уже не нужно это скрывать что мне совсем не удивляет почему что задумал этот ублюдок он служит сигизмунд он хочет расправиться союзниками короля воцлава то есть с нами он собрал большой воск честно говоря не знаю сможем ли мы победить их и он знает что никто не придет нам на помощь чертова шуха я заживо сдеру с него шкуру только у него людей я бы сказал что больше сотни насколько хорошо защищен лагеря старая заброшенная крепость на холме рядом со зала с трех сторон она неприступна и окружена деревянным чистоколом блюдок я его раздавлю не может никак успокоиться легко сказать старина кажется тут ничего не оставляет на волю вместе с девичем и сможем набрать достаточно людей нам всем ясно что нельзя терять время этот пёс сорвется в бой так лучше уж мы сами выберем время и место несомненно мы должны достать их в разбор лучше всего напасть завтра ночью раньше мы не успеем подготовиться это по мне по нраву раций я хочу чтобы ты перевел себя в порядок и потом отправился тайнберг пану девичу передай ему чтобы он собрал всех мужчин которые умеют общаться обращаться с оружием и завтра вечером привел их в раннику хорошо пан наконец-то у меня будет возможность доказать что я наш умеешь и только для красоты чем делаем что-то еще дело в том что нам нужно решить вопроса со сбытчиком а окно такой он заслужил давайте до сдерживать свое слово как бы но помог он ну да он убийца предатель один в общем шанс дадим ему шанс в любом случае без него мы бы остались бы там заслужил награду он спас мне жизнь мог не бежать с пленом спас мне жизнь и обещал наградить его за это выжиг ты спожжить моему сыну я тебе очень признатель знак моей благодарности примету награду спасибо пан спасибо за вашу щедрость любит все могут спросить тебе как ты оказался среди этих этого стада свиньево в раннике поэтому тебе лучше быстрее ехать отсюда пока я не задумался об этом да пан спасибо вам прощайте по нове спасибо индра отдох они тебя бог 205 гроши мы получили хорошенько займись своими ранами ты ужасно выглядишь если нужно оружие ли доспехи скажи бернарду он выдаст тебе все что нужно конечно надо оружие доспехи хватит называть меня панами твой отец я ну синдро я собирался сказать тебе это мне жаль что именно и штвана признал пиздил меня сейчас эти нас много неотложных делом позже у нас будет время поговорить об этом что-то на это скажешь пожелайте пан отец хорошо теперь как можно быстрее переезжай к девишу сын да уж такие вот отношения когда пошел он поговорит с тихо он тебе доспехи выдаст и оружие что-то экран потух надеюсь мы не отъехали живи брошен задание выполнено часто нам доступно все надеюсь питомцы до питомец доступен снаряжение а мышь блин все по хорошей половину всего оставил они все с собой таскал так нам надо 2 1 календую во-первых и так вот потом что нам бычью кровь давать тоже половинку возьмем вот насколько 6 штук на подживую в аду уже штук 6 и думаю хватит шачила выразили петушок ну давай зелье петушок зелье лазере опять штук с набором на красноречие может пригодиться любовное зелье тяжести в животе календулы дай наверно побольше возьму календулы спасительный шнапс надо тоже взять побольше 214 ассыч возьмем из сыча этого дальше набор броника набор кузнеца сапожника все это мы забираем пошла все отобрали все добра честно будь чиниться ладно попросить спросили в своем снаряжении но в общем мы будем это уже следующий раз сделать пойдем наберем нам снаряжение подготовимся к атаке скажем это все всем пока пока